После перерыва мы с вами рассмотрим довольно большой список вопросов, которые нужно задавать на выявление в человеке функции Т. Единственная трудность в том, что различные тесты, которые работают с акцентуациями, они эту функцию рассматривают только в связке со структурной логикой, к сожалению. То есть Т и Р вместе они не рассматривают, а Т и Л вместе рассматривают, потому что считается, что вот такие вот акцентуации, которые называются шизоидными или интровертированными, есть такое название, считается, что это наиболее интеллектуальные. Поэтому рассматривают их с точки зрения комбинации с логикой, хотя оно встречается с этикой тоже. Но эти особенности уже после перерыва. А сейчас давайте возьмем аналитик-критик и сравним их место в этой группе типов. Но возникает вопрос, если они работают вместе, кто должен начинать, а кто должен завершать работу какую-то интеллектуальную? Потому что оба эти типа эксперты, они заточены под какие-то интеллектуальные работы. Ну кто как бы в начале, кто на входе, а кто на выходе. Нам такая рекомендация известна. Она есть уже в работах MBTI по сравнению этих двух типов. Она соответствует нашим представлениям, как это должно быть. Смотрите, здесь лежит в основе деления, кто начинает и кто продолжает, дихотомия, стратегия, тактика. Стратегия, тактика. Скорее всего, стратегия впереди, а тактика потом. Правильно? Сначала общая видня, а потом разработка именно как к этой цели двигаться. Получается, какой из этих двух типов стратег? Налитик. Нет. Нет, критик. Стратег, критик. Вот так. Но, здесь одно но. Дело в том, что по аушре все наоборот. По аушре как раз тактик критик получается. Но наши наблюдения и выводы говорят о том, что критик это стратег. И основные стратегии, которые работают как консультанты у политиков, это не аналитики, это критики. То есть, получается, вот они занимаются разработкой стратегии. И из-за этого мы, как бы, ну мы и раньше это знали, что если это первая функция, то это очень далекое видение. Естественно, интуиция, если на первой функции, это стратегия. То есть, как бы, тот, которого они называют архитектор, архитектор, то есть строит вот этот вот, как бы, проект этого здания, только проект набрасывает. Это критик. А аналитик у них, типа инженер, да, он берет и эту конструкцию уже всю прописывает. Вот так правильное взаимодействие. То есть, сначала идет критик, а потом идет аналитик. Потому что критик это очень стратегический тип, а аналитик это тип, ну, скорее тактический, чем стратегический. Хотя, как интуит, он тоже, как бы, смотрит вперед. Но он так далеко вперед никогда не заглядывает. А теперь перейдем к сравнению по десяти пунктам. Итак, первое. Это тип памяти. Память организована по-разному. У критика и у аналитика. Здесь нужно привлечь понятие статики динамики. Мы этим постоянно пользуемся, когда задаем вопросы о запоминании. Получается, у кого лучше память, больше информации удерживает и более длительное время? Критик. Критик. Получается, формулировка такая. Ну, начнем с аналитика. Я записал, что аналитик одна колонка, а критик вторая. Память фиксированная, кинестетическая у аналитика. Это означает, что он запоминает то, что он вгоняет какую-то схему, которую он зафиксирует, которую он вот так распишет. Тогда он это запоминает. Если нет, если оно плавает, он не запоминает. А очень много информации, которая вокруг этого ядра, вокруг этой схемы, витает очень много информации. Это аналитик не запоминает. Ему каждый раз надо опять это искать. А вот критик запоминает. Почему? Потому что память у него организована ассоциативным способом. И она у него не столько кинестетическая, то есть надо фиксировать, рукой записать, или схему какую-то разбросать, по местам расставить. Не надо фиксировать. То есть достаточно визуального воображения, которое связывает между собой информацию любого качества, лишь бы они каким-то образом взаимодействовали. Не обязательно бы в какой-то строгой схеме. То есть любые ассоциации по сходству, по месту, по времени, любые ассоциации работают хорошо у критика. И получается у него организованная информация в один такой большой шар, и эти связи между собой переплетены. Второе. Аналитик и критик отличаются по уживчивости, по совместимости с людьми. Давайте рассмотрим этот вопрос. Ну, аналитик уживчивый, конечно. А вот давайте разберемся, кто с кем больше уживает. Смотрите, аналитик уживается с эмоционально заботливыми до навязчивости людьми. Эмоционально заботливыми до навязчивости людьми, которые в ответ от него требуют благодарности. Благодари меня. У критика оно сложнее, и другие сценарии дуальности работают. Смотрите, критик уживается силовыми людьми, которые проверяют партнера на прочность. Что такое проверка на прочность? Это устраивает такие вот вещи, где надо отстаивать свое «я», да, тебя будут как-то давить, унижать, как-то провоцировать. Вот надо на это ответить и показать, что со мной так нельзя. Вот такие будут устраиваться проверки. И когда он эти проверки проходит, все, он свой. С ним уже его принимают свой круг. Теперь руководители они какие? Разные руководители. Лучшие организаторские способности, конечно же, у критика, чем у аналитика. Намного лучше. Вот тем более у критика есть так называемое полудуальное смещение. То есть, когда критик руководит даже большими коллективами, более того, когда он руководит большими коллективами, он начинает применять авторитарные приемы, как ваше. У него это получается, у аналитика не получится. Поэтому вот так аналитику. Если он руководит, то маленькими группами, ну типа научная лаборатория. И конкретными проектами. Причем склонен децентрализованно руководить этим. Критик же руководит и большими группами, даже еще лучше, чем малыми. Причем делает это централизованно. Следующий пункт. Выступление перед аудиторией. Кто лучше выступает? Аналитик или критик? Наверное, аналитик. Аналитик. За счет темперамента для первых. И за счет того, что у него этика тренируема. То есть, эмоциональный контакт, этический контакт с аудиторией. Он чем больше выступает, тем лучше понимает, как его держать. У него этика тренируема. А у критика нет. Она нетренируема. Получается, он гораздо хуже оратор. Лучше общается в неформальной обстановке, чем в формальной. Когда он волнуется, а во время выступления часто волнуешься, он начинает либо заикаться, либо усиленно моргать, либо какие-то у него неадекватные эмоциональные реакции начинаются. А ведь нахождение на центре внимания – это Е-ситуация. А мы знаем, что функция Е, этика экстравертная, у критика – это тормозная функция. То есть, она его тормозит. Вместо того, чтобы наоборот его раззадоривать, она съедает его ресурс, она ничего не дает. Следующее различие – схема действий. Вот когда столкновение с новой ситуацией. Видя новую ситуацию, аналитик пытается проанализировать ее и вывести новую схему действий. А критик берет уже известную схему из опыта и начинает ее адаптировать под данную ситуацию. Получается, аналитику сложнее. Ему каждый раз приходится разрабатывать под каждую новую ситуацию какую-то новую схему действий. И тот, и другой скептики по отношению к каким-то новым радикальным действиям. Но если некуда деваться, то критик адаптируется, благодаря этому механизму, намного быстрее, чем аналитик. Следующий пункт. Восприятие и обработка информации. Здесь разница в мышлении. Аналитик сосредотачивается на крупных блоках информации, а детали откладывает на потом. Благодаря этому ему быстро можно вывод сделать. То есть он уловил общую систему, уже как бы вывод ему легко сделать. А критик наоборот. Критик скрупулезен и тщателен в изучении деталей. Из отдельных деталей он потом выстраивает общую картину, как архитектор. Но поэтому, пока он не получил общую конструкцию, он не торопится с выводами. Теперь настроение. Настроение у аналитика. Стабильное, нейтральное. Он не сосредотачивается на неудачах, не ковыряется в прошлых событиях, быстро забывает все. Совсем не то у критика. Настроение критика изменчивое. Временами депрессивное. Так как он много помнит, неудач, ошибок, недостатков. И все это вспоминается ассоциативно. То есть возникла аналогичная ситуация, раз она сама вспомнилась. А у аналитика забылось и все, не вспоминается. Никаких ассоциаций его не тянут в прошлое. Следующее различие. Поведение в беседе. Аналитик в личных беседах. Аналитик не поддерживает беседу, если она ему не интересна. Просто не поддерживает. У него же этика вы стали тренируем. Так и вторая часть. Хотя и не покинет компанию из вежливости. Потому что этика не позволяет. Вопросы не участвует, слушает, думает о своем, но не покинет, чтобы не обидеть. Критик. Умеет поддержать любую беседу. То есть у него так память устроена, такая гибкая, что везде он что-то может сказать, вспомнить, припомнить. Случай аналогичный и так далее. Поддержит любую беседу. В случае усталости, однако, он может просто уйти, или может просто отвернуться, или может просто заснуть прямо там. И его не беспокоят правила хорошего тона. Эмоции и ручные навыки. Этика и сенсорика. Эмоциональность у аналитика от природы слабая, но она тренируемая. Но вот ручные навыки, связанные с сенсорикой, не тренируются у него. Эта функция слабо тренируется. Смотрите, критик наоборот. Эмоции его очень истощают. Зато ручные навыки, например, мелкий ремонт, развиваются хорошо. Десятый пункт, последний. Поведение в споре. Абсолютно разное поведение в споре. Аналитик. Не любит спорить и не любит критиковать. Он не критик, очень не любит критиковать. Только в последнюю очередь уже будет критиковать. Если уже по-другому никак. Его устраивает мирная, увлеченная дискуссия. Совсем другое критик. Почему он не получил свое название? Получает удовольствие от обострения, ситуации, от столкновения разных точек зрения, выявление противоречий. Он может обрушить, особенно, если он креативный, то в эмоциональной форме такую критику может обрушить, что мало не покажется. Получается, что поведение в споре тоже противоположно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok